Всем привет, мои дорогие! Показываю, что у нас сегодня будет на обед. Итак, основное блюдо. Тут курица, тыква и брокколи. Готовится оно очень легко и просто. Я в кастрюлю помещаю курицу, добавляю тыкву и брокколи. И всё это варится, тушится до готовности. Также я добавляю специи. Красный перец или чёрный, или белый. Сегодня у меня красный. Дальше, следующая такая закуска, тире салатик. Тут помидор и огурец. Всё это посыпано чёрным перцем. И я также добавила немного оливкового масла. Это всё. Это весь наш обед. Сейчас у нас 5 минут пятого. Я вот сейчас это съем и всё. И больше сегодня есть ничего не буду. Ну, в крайнем случае, если вечером я очень сильно проголодаюсь, и мне что-то захочется съесть, то я съем какое-нибудь яблоко или манго, или, может быть, пару слив, и всё. Но это не точно. Возможно, я ничего есть не буду. Обычно я ничего не ем, а вот фрукты ем в самом крайнем случае, когда мне очень хочется есть. Так что нам приятного аппетита. И всем, кто сейчас собирается есть тоже. Всё. Всех целую. Пока-пока. Всем ещё раз привет, мои дорогие. Тема питания и похудения на карантине продолжается. И сегодня я вам расскажу, что я делаю для того, чтобы не набрать вес, ну и если получится, немного ещё его сбросить. В самом начале изоляции я вам показывала, что я ем на завтрак. И сейчас завтраки у меня плюс-минус похожие. То есть это обязательно тосты из цельнозернового хлеба. Затем это яйца, как правило, и их я ем в разном виде. Это может быть омлет с сыром и со всевозможными овощами. Сегодня это могут быть помидоры, завтра листья салата, зелень, много зелени, там ещё что-нибудь. Иногда я ем яичницу глазунью. Отварные яйца я не очень люблю. Ем их редко. А вот омлет и глазунью я люблю. И вот в последнее время меня тянет на яйца, приготовленные в таком виде. Затем это обязательно сыр. Это могут быть разные виды сыра. Такая сырная тарелка, всего понемногу. И я ем любой сыр. Самое главное, чтобы он был не солёный. Но об этом я очень много раз уже говорила. То есть это может быть какой-нибудь жёлтый сыр, твёрдый или мягкий. Это может быть тот же бри, например, брынза какая-нибудь. Ну вот всё, что есть у нас дома. Ну и ем то, что вот мне в данный момент хочется. То есть сыр я ем обязательно. И ела его всегда. Никогда от него не отказывалась, потому что сыр я очень люблю. И ела с первого дня похудения. А это было уже 7 лет назад. Скоро будет 7 лет, как я начала в этот раз худеть. Успешно. Успешно худеть. Дальше, что у меня ещё может быть на завтрак? Да. Иногда я могу съесть геркулес на безлактозном молоке. Но в последнее время как-то мне его есть не очень хочется. Но иногда я его ем для того, чтобы как-то разнообразить свой завтрак. Ну туда я добавляю обязательно мёд. И могу добавить какие-нибудь ягоды или фрукты. И даже могу добавить, скажем, половину банана. Вот. Что ещё, что ещё. Творог я как-то ем очень мало. Я к нему остыла. Вообще молочку, можно сказать, я не ем. Кроме вот безлактозного молока, на котором я готовлю кашу. И очень редко я могу съесть, например, сырники или же мягкий творог, который я также иногда использую вместо сметаны. Ну и туда я тоже добавлю немного мёда. И может быть там каких-нибудь фруктов, орешков. Ну вот как-то так примерно выглядит мой завтрак. То есть он очень сытный, разнообразный, сбалансированный. То есть там есть как бы всё, да. Да, и до этого я обязательно выпиваю воду. Стакан воды до завтрака. Но это я делаю уже 7 лет. Об этом тоже я вам много раз говорила. Ну вот, примерно как-то так. Чай могу выпить, могу нет. Если я пью, то это зелёный чай. Очень люблю молочный улун, но чай я пью редко. А после завтрака я обязательно пью кофе и вместо сахара я добавляю мёд. То есть это всё рассказала вам всё подробно и в деталях. Завтракаю я примерно часов в 12 плюс-минус. Это может быть половина 12-го, 12-го, ну или там вот первый час. Но 12-10, 12-15, не позже. То есть вот в среднем где-то в 12 и всё. В течение дня я стараюсь пить воду. Ну, выпиваю, выпиваю от 3 до 5 стаканов. Стараюсь выпивать 5, но если не получается, то 3 пью обязательно. 3-4, от 3 до 5, но в среднем где-то всё-таки стараюсь выпивать 5. Вот с того момента, как я стала пить воду, когда мне врач посоветовал, порекомендовал это делать, я стараюсь пить всё-таки 5 стаканов воды в среднем. Очень редко, вот бывает, когда 4, когда 3, но в основном стараюсь всё-таки придерживаться этих 5 стаканов. Дальше обед, ужин, перекус, полдник. И всё, что угодно назвать, это можно как угодно, у меня происходит от 4 до половины 6-го. Что я ем на обед? Я вам в этом видео показываю, и плюс-минус у меня обед такой. То есть это обязательно что-то мясное. Это может быть курица, говядина, телятина, рыба. Ну, что-то мясное и овощи. Либо вот такие, как я вам показала, там, допустим, тыква, брокколи, да. Ну, в отварном, да, виде в отварном, виде на пару, как-то так, это, наверное. Да, отварные или на пару, всё правильно. Дальше сырые овощи, то есть к этому ещё может быть салат какой-нибудь, да, там помидоры, огурцы, перец, ещё что-то, зелень. Ну, вот любые-любые, абсолютно любые овощи. То есть суть в том, что это что-то мясное и это овощи. Много разных овощей. Отварные, запечённые, сырые. Ну, вот овощи я ем, овощей я ем много вот на этот обед, ужин. И всё, после этого, да, также я ещё могу запечь мясо с овощами, с яблоками, то есть вот там со сливами тоже, да. То есть вот схема такая. И всё, и на этом всё, больше я ничего в течение дня не ем. Если вдруг ветером мне хочется поесть, то я могу съесть фрукты, яблоко, там какую-нибудь сливу, манго, даже тот же виноград немного, хотя виноград я как-то тоже в последнее время ем очень мало. Что ещё? Ну, вот, да, как-то так. Либо там какие-нибудь овощи, там, я не знаю, если у меня останется, например, брокколи или цветная капуста, то я могу её съесть. Вот иногда такое тоже бывает. Всё. Но это бывает не каждый день. Я всё-таки стараюсь вот после пяти, шести, но у меня даже получается после пяти в основном, потому что я вот сейчас в последнее время стараюсь обедать до пяти, стараюсь всё-таки больше ничего не есть. То есть если я не ем фрукты, да, вечером, то у меня, по сути дела, получается интервальное голодание. Вот, неумышленно, но так получается, да. Если что-то съем, ну, в принципе, наверное, тоже, если я там восемь, скажем, съем или в семь, то, ну, тоже, да, своего рода интервальное голодание. То есть интервал в любом случае, даже если я, там, скажем, в девять вечера съем яблоко, у меня тоже получается такой вот приличный интервал между приемами пищи. Я это делала не специально, но потом поняла, что своего рода это получается как бы такое вот интервальное голодание. Дальше, что я еще делаю? Я еще двигаюсь и занимаюсь спортом. Я делаю упражнения для рук обязательно с гантелями ежедневно. И дальше я чередую. Либо я кручу педали на велотренажере, и потом уже вечером делаю упражнения для ног, для живота, ну, вот на те части тела, на которые мне надо. Либо у меня такая типа, ну, как бы можно сказать, это ходьба на месте, да, я минут 20-30 хожу, но при этом я не просто вот, да, хожу, я также какие-то делаю упражнения, то есть шаги там специальные тоже на укрепление ног и двигаю активно руками. То есть у меня получается такая, ну, вот активность нормальная, да, я могу вот за раз пройти, там, скажем, 3000 шагов, но для меня это очень хорошо, потому что я в целом двигаюсь мало. Вот в обычной жизни, в обычные дни я двигаюсь мало. И максимум, что я прохожу в день, ну, опять же-таки в среднем, да, по-разному бывает, но вот в основном, в своем большинстве, я прохожу 2-3 тысячи шагов. Даже 2, наверное, потому что, ну, я мало, мало, реально хожу мало. Ну, если я специально там куда-то не поеду в какой-нибудь парк, например, там гулять, там, конечно, получается больше. Ну, и когда я уезжаю из Москвы, то тоже у меня где-то в среднем 10 тысяч шагов, это вот как минимум. Но в Москве в обычные дни, ну, об этом я тоже очень много говорила, у меня получается мало. Поэтому то, что я делаю сейчас, это очень хорошо. Это такая вот, ну, нагрузка, да, на организм. И, ну, а педали я кручу минут 20-30, ну, когда как, ну, минимум 20. То есть у меня ежедневная нагрузка и плюс вот такая схема питания. Я уже немного сбросила лишнего веса, но дело в том, что у меня его сейчас немного, ну, для моего организма, да, и поэтому процесс идет очень-очень медленно. В этом видео, в конце, досмотрите его до конца, я вам покажу свой вес, вот с которого я начала худеть на самоизоляции. Точнее, нет, у меня вес был чуть больше граммов, наверное, на 500, на 600. Я сейчас точно не помню. Вот именно с того веса я начала худеть, но тогда я не сообразила встать на весы. И вот, когда я сообразила, я уже немного похудела. То есть для меня сейчас даже каждые 100-200 граммов имеют значение, потому что вес уходит очень медленно. И, ну, у всех людей, да, которые сбросили большое количество лишнего веса, он уходит медленно с какого-то момента, потому что, ну, я тоже много раз об этом говорила, в первый месяц уходит много, особенно если изначально его очень много, ну, во второй тоже более-менее, на третий уже как-то процесс, ну, не то чтобы останавливается, но замедляется, и дальше все медленнее, медленнее и медленнее. Поэтому то, что происходит сейчас у меня, это абсолютно нормально, это естественно. И я очень рада тому, что есть, потому что я, по сути дела, 6 лет держу вес плюс-минус там 2-3 килограмма, но я его держу, и это фантастика, потому что у меня никогда в жизни такого не было. И это очень большая редкость, потому что если посмотреть на статистику, то в основном все люди, которые худеют, они потом обратно набирают вес, потому что похудеть, да, это очень сложно, но это одна сторона медали, но есть еще вторая, не менее сложная, его удержать. И все люди, которые с этим сталкивались, они понимают, о чем я говорю, кто с этим не сталкивался, тому, наверное, не понять. Те счастливые люди, которые не полнеют, которые едят, что хотят, они не понимают, о чем я говорю, а те, кто проходил вот этот путь, ну, хотя бы начал его проходить, и пусть даже там сбросил не 50 килограммов, а даже 20-30, понимает, о чем я говорю. Поэтому это, конечно, все очень сложно, но это возможно, и я очень рада тому, что я имею. Кстати говоря, по-моему, я вам раньше никогда не показывала свой вес, я не вставала на весы, у меня не было такого видео. Я хотела как-то это сделать, но вот в одной трансляции я, по-моему, об этом говорила, что потом почему-то начался такой момент, мне стали писать, да ты поправилась, да мы тебе не верим, ты поправилась на 15 килограммов или там на 20, какие-то жуткие цифры писали. И вот помните, я как-то записала видео, но уже какое-то время назад, и надела джинсы, которые я покупала, знаете, когда, давно, какое-то 6 лет назад, будет 6 лет, как я их покупала, как раз-таки перед тем, как мы полетели на Родос. Вот тогда, когда я открыла канал, ну, через несколько месяцев, да, вот после этого, причем я их когда покупала, они мне были маловатые, и я их купила как бы на похудение, я их не могла застегнуть, но я дохудела, там, ну, 2-3, может, килограммы надо было сбросить, чтобы в них нормально влезть, и я вот как раз-таки сбросила эти килограммы, и мы полетели на Родос. Там я, ну, естественно, не взвешивалась ничего, там я, ну, как бы, не придерживалась такого уж строгого режима, и я думала, что если я немного наберу, то я в них не влезу, и мне будет возвращаться не в чем. И вот накануне уже вылета я их примерила, причем, знаете, мне было так страшно, думаю, ну, вот реально, если я в них не влезу, в чем я полечу обратно? И я их вот стала надевать с замиранием сердца, и я их застегнула. Ну, я там набрала, может быть, пару килограммов, но я их застегнула. И это просто было чудо, потому что, ну, потому что вы понимаете, почему. Вот, да, и я потом, ну, я их носила какое-то время, потом я про них забыла, они у меня где-то лежали, и вот в очередной раз, когда я стала делать разбор гардероба, я их нашла, я их надела, и как раз-таки вот куда-то я выходила, по-моему, записала видео, и вот показала, да, и к чему я это говорю, к тому, что я тогда я, да, и вот если бы я прямо тогда встала на весы, это бы получилось как какое-то оправдание, что вот, мол, нет, вы не думайте, я не поправилась на 20 килограммов, там, или на 30, или на 40, я вот вешу столько, то есть, ну, я как бы вообще не тот человек, который кому-то что-то будет доказывать, или что-то, ну, что хотят, пусть думают, мне как бы, ну, сами понимаете, абсолютно наплевать, есть я, есть моя одежда, мои глаза и мои весы, да. Вот, так что я сейчас вам покажу свой вес, но было плюс 500 или 600 грамм, сейчас я вешу меньше, и вот я посмотрю за период изоляции, самоизоляции, насколько я похудею еще, и обязательно запишу потом видео, и покажу вам полный результат, насколько вот мне удалось похудеть за этот период времени. В любом случае, что бы там ни было, килограмм, полтора, я вам покажу обязательно, и вы увидите, потому что мне само интересно, что у меня в итоге получится, вот, реально само интересно, потому что сейчас худеть очень-очень-очень сложно, просто вот сказать очень-очень, это ничего не сказать. Но, тем не менее, тем не менее, я к этому стремлюсь, и даже если, скажем, уйдет малый вес, в любом случае подтянется тело, потому что я вот вновь серьезно взялась за эти занятия, и в любом случае это будет только в плюс, да, это будет только в плюс, хуже от этого не будет, вот буду подтягивать свое тело, это очень хорошо, и возможно, возможно, это как-то войдет в привычку, и после того, как нас выпустят, я буду продолжать это делать, если у меня будет время и силы, потому что я год занималась, занималась честно, занималась даже год с лишним немного спортом, ежедневно, несмотря ни на что я это делала, но потом уже как-то вот подзабросила, стала заниматься реже-реже-реже, и возобновляла потом только, можно сказать, перед пляжем, там, недели за три, за четыре, делала упражнения для ног, и упражнения с гантелями для рук, вот, а так, а так нет, так нет, потому что, ну, вы знаете, я спорт ненавижу, я не человек спорта, но сейчас выхода нет, и возможно, как-то я вот продолжу это делать, будет, конечно, хорошо, потому что в любом случае от этого только плюс. Вот, так что такие дела, мои дорогие, также было много вопросов по поводу того, как не набрать вес на карантине, но надо просто питаться меньше, чем вы питаетесь обычно, потому что в обычной жизни вы двигаетесь, вы ведете активный образ жизни, так или иначе, даже если вы ездите на машине, все равно вы выходите, вы двигаетесь, вы что-то делаете, да, и это совсем другой образ жизни по-любому, в любом случае. Сейчас мы все в основном дома, и даже если мы выезжаем там в тот же супермаркет, даже пусть в очень большой, все равно мы столько не двигаемся, да, и поэтому надо есть меньше, однозначно, потому что движение меньше, надо есть меньше. Если вы не склонны к полноте, то я думаю, там вообще проблем никаких нет, потому что, ну, насколько я знаю, а у меня очень много знакомых, которые не склонны к полноте, и даже вот они едут в all-inclusive, но они могут набрать килограмм, могут набрать максимум два за две недели, а то и за три недели, а могут и ничего не набрать. Кто-то худеет, при том, что он ест, но там опять же-таки другой образ жизни, там движение, там плавание, там то-то, там все. То есть, если вы не склонны к полноте, вы даже не думайте, потому что даже если вы сейчас наберете тот же килограмм или два лишних, как только вы выйдете из дома, вы их сбросите абсолютно незаметно для вас. То есть, вот реально даже об этом не думайте. А если вы склонны к полноте, то, естественно, первое, то есть вам надо следить за своим питанием, и, естественно, есть меньше. Первое по вечерам не есть, вот в шесть часов и все, после этого просто не есть. И, конечно же, ну исключить, либо максимально сократить всякие булки, сладости, сахар, там выпечку и все прочее, потому что, ну, от этого вы наберете очень много лишнего веса. Не есть соленые продукты, всякие там мясные закуски, колбасы. Да, это, скажем, вкусно, но от этого вы будете только набирать вес, вы это будете есть, сверху вы будете пить, потом заедать булкой, плюшкой, тортиком. Ну, и вы наберете реально, я не знаю, если бы я так питалась, я бы за месяц могла бы килограмм 10 набрать. Ну, 5-6, это точно, а то и 10, то есть до 10 смело могла бы набрать, если бы я так питалась. Поэтому, если вы так же, как и я, склонны к полноте, то следите за тем, что вы едите, потому что иначе вы наберете, а потом сбросить будет очень сложно. Ну, и вот еще, да, тоже спрашивали, ну, опять же таки, вот про похудение, все вокруг этого. Ну, вопросов было много, но по сути все они одинаковые, да. Вот по поводу похудения. Вот сейчас, ну, я говорила, по-моему, да, вот в том видео, где я крутила педали на велотренажере, о том, что вот сейчас самое идеальное время для того, чтобы худеть, потому что вы дома, и вы сами контролируете процесс питания и время питания, потому что вот сейчас вы можете есть то, что вам надо и когда вам надо. А если вы, скажем, работаете с утра до вечера, да, и приходите домой в 7-8, то и вы голодные, то вам намного сложнее, да, не есть, то есть вам надо тогда поесть на работе часов в 5, и уже придя домой ничего не есть, либо какой-нибудь легкий салат, либо там фрукты. А сейчас вы можете это сделать, потому что тоже многие писали, как же нам быть, вот после 6 не есть, мы поздно приходим домой. Вот так и быть сейчас самое идеальное время. И даже если вы вот до просмотра этого видео ели все подряд, то у вас еще есть время, потому что мы пока не знаем, когда нас выпустят, и возможно мы еще недели две, три, а то и четыре просидим дома. И вот у вас все-таки есть еще время, остается время привести себя в форму и выйти с карантина лучше, чем вы были до. Все, мои дорогие, я даже не знаю, на сколько минут получилось это видео, потому что у меня здесь нет таймера. Надеюсь, вам было интересно, я рассказала все, и после карантина будет еще одно такое видео, где я вам покажу свои результаты, может быть еще какой-то у меня новый опыт появится, что-нибудь такое интересное, новое вам рассказать. Но видео обязательно запишу и покажу результат, что мне удалось сделать на карантине. Да, и что я вам еще хотела сказать, вот пока не забыла, тоже вот писали про монодиеты, про то, про все, я вам не рекомендую, и я всегда об этом говорила, никаких монодиет, никаких белковых дней, или там голодания какого-то, не надо это делать. Я через это, через все проходила, и вот во время этого похудения, в том числе, записывала видео, рассказывала все. То есть, это делать не надо, просто сократите порции, ешьте меньше, ешьте правильно, и будет вам счастье. Обязательно, по-другому просто быть не может. Если вы будете есть правильно немного, и не есть вечером, ну и двигаться хотя бы минимально дома, то вы обязательно сбросите лишний вес, при этом будете хорошо себя чувствовать, потому что самое главное в похудении, это хорошее самочувствие и удержание веса. Если вы даже сядете на какую-то диету, и гипотетически вы ее выдержите, как только она закончится, и вы вернетесь к своему прежнему образу жизни, вы наберете все, и даже сверху. Поэтому никогда не советовала, не советую. Может быть, запишу когда-нибудь такое видео, когда у меня будет настроение, еще раз вот все вам расскажу, исходя из своего опыта, потому что опыт уже колоссальный, и исходя из своих ошибок. Но не сейчас, сейчас все, мои дорогие, на этом все. Благодарю вас за внимание. Надеюсь, видео вам понравилось, было интересным и полезным. Пишите, пожалуйста, какие результаты у вас, набрали ли вы вес, или может быть, поддержите, а кто-то, может быть, и сбросил его. До скорой встречи. Всех целую. Обнимаю. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова